доброго времени суток зрителям с ученым гостям нашего канала с вами росси это канал роли гейм онлайн сегодня в рубрике геймплей летсплей мы проиграем игру под названием willy nilly night это рпг с пошаговой боевкой как я на него вообще попал и почему решил про нее снять летсплей потому что я как бы был в своем любимом магазине под названием торрент и купил как бы опять же эту группу цене интернета игра в принципе 17 года поэтому хоть она и вышла в начале 17 года но все равно будем считать что это новиночка мой магазин и только подвезли давайте значит немножко сами в нее поиграем посмотрим что за игра я не буду лукавить немножко у нее поиграл вообще посмотрим что это как она в принципе думаю вам будет интересно так выбираем новую игру давайте мы будем туристами потому что я не сильно начинаем читать я не буду давайте вы сами почитайте я просто помолчу а собственно прошла заставочка теперь нужно диалоги давайте я буду читать потому что они не озвучены если в заставках я буду молчать то диалоги буду читать значит нашего перца главного зовут артур так где это я мне что-то снилось боги света и тьмы надо заручиться чьей-то поддержкой все как в тумане должно быть это все еще сон со мной так бывало но конечно я одет как средневековый воин мне нет такой одежды значит я все еще сплю самый реальный сон и все что я видел надо осмотреться пожалуй в общем пока нажимаем постоянно пробельчик ну как ничего сложного так добро пожаловать в игру willy millenite чтобы начать путешествие щелкнуть в любом месте или зажмите левая кнопка мыши окей ушки хорошо так меч в камне знакомая тема это же легенда короля артуре кто вытащит мечту станет королем этой страны ну конечно меня зовут артур и вообще столь перед мечом торчащим из камня разумеется это все сон давайте попробуем взять обалдеть и лучший сон моей жизни все такое реально посмотрим что будет дальше так нажмите держите среднюю кнопку мыши чтобы вернуть камеру чтобы изменить масштаб используйте колесико вверх и колесико вниз объясняйте как дебилу прям слушайте ребятки я не знаю надеюсь это мега игра не будет лагать я вчера так знаете поставил на ультра потому что я крутышка посмотрим что из этого выйдет ну иди дальше о нет помогите кто-нибудь я не убью к меня помогите это гвенелла но и имя тяжело тебя наверно с такими имя а вот и красотка в беде подумал про себя наш перец артур я к вашим услугам ого людишек то уже двое вот удача ее на всех поделим этого сами сидим господи уроды то какие кто это вообще сражение так бой проходит в походовом режиме за каждый раунд вы можете потратить определенные очков очков действия в простонародье о.д. о.д. тратится на любое действие в бою потратив все о.д. вы завершите ход ну логично так порядок расположения портретов показывает в какой последовательности члены отряда будет действовать в бою ага добро щелкните левая кнопка мыши наведя на курсор на врага чтобы атаковать его щелкните левая кнопка мыши по земле чтобы передвигаться следите за оставшиеся очками действия с помощью шкалы наверху панели быстро воду добро я готов так что тут у нас есть значит выпад урон требует ручный меч ага глухая оборона малый день жизни обычный свиток метеорит выносит всем врагам находящихся в радуище поражение пятьдесят шесть четыре единиц урона огнем а я достаю все получили так ладно я думаю аркурчиком и оставим там стоит что-то бабище есть священный огонь активника охватывает пламя непонятно исцеление и обычный свиток цепная музыка ты можешь ударить петя цель слишком далеко давайте на одну кнопочку передвинем и теперь изи катка ребят вообще никакой это не сон гобли не дрались по-настоящему что происходит милеги прошу вас оставьте эти вежливости просто нет ну как бы просто такое имя не бывает просто веневра веневра не подскажете ли мне что это за местность вы не знаете вы должно быть издалека мы в сомбрии совсем близко от крепости анаури кто такие вообще название были придумывать куда вами следует направиться ну да разумеется в анаури так и в анаури я с удовольствием покажу вам дорогу конечно для того что у нас перец артур на крутой парень я тоже не показал дорогу тебе на ее месте ну что же не отказываться же от помощи с той красивой девушкой так дневнике появились новые задания чтобы их посмотреть нажмите клавишу и нажмите я так не буду потому что я буду кнопочку лучше мышкой нажимать так проще чтобы выделить предметы которые можно подобрать нажмите клавишу на это подсказка для слепых зажимает вот плане давайте вообще не выберу артура потому что он мужик у него есть меч я ничего не имею против два девушек но давайте все-таки мы начали играть и мы будем играть так задание собственно гоблинский лес день 1 822 по времени аунури наверное это оказывается не сон как-то я оказался то ли в прошлом то ли вообще в другом мире тут тут вроде все перекликается с легендой король артуре да да меня зовут артур надо же какое совпадение а еще встретил веневру милую девушку и она маг самый настоящий маг еще вчера я такого и представить не мог местность ей оказался называется сомбрия и сейчас мы с веневрой идем в крепость под названием анаурии пробуждение странный сон про богов света и тьмы про то что я не должен за учетой поддержкой ничего такого не понимаю а это другой последовательности я изменяюсь тут разговоры короче понятно по поводу ему что-то почитать можно всю хельму ладно идем дальше пауки ненавижу пауков если честно вижу она тоже ненавижу пауков пожалуйста пожалуйста не подпускайте их ко мне ладно песюка не переживай сейчас папа разберется я не знаю зацеплю ли я все минус 2 вообще изи бризи я не стану давайте отойдем чтобы он не дошел я все-таки момент аптек а как чё вот ты нас генера она тоже достаете виду а ну-ка два уходи вообще беспомощная от тебя никакой пользы опа видите паукну сделал ударить без потерь разобрались просто без потерь у вас новый уровень нажмите а и чтобы открыть окно персонажа и улучшить его качество и способности опять же нажимать кнопками слишком или не сложно поэтому я буду через мышку все делать нажму на плюсик это дерево скилов огромное наверно очень сложное дерево и очень сложная игра потеряться так что будем скачать палагин на пассивный навык каждый удачный удар артура устанавливает ему 5 процентов так что генера может у нас это исцеление это понятное слово света увеличивать силу исцеляющих заклинаний геневры 5 процентов за каждый взятый уровень стасонности вот такое я не хидор я дамагиет по жизни просто поэтому это что хидор имеет гармонии противник обет мощная молния которая наносит ему 160 ну давайте мощную молнию это не все да это я понимаю такие знаете стандартные всяких там заморочек скиллы точнее а вот сила ну это понятно короче он воин конечно же сила а в вене уран конечно же интеллект знаю пока ребенок могу интеллект воину сила или выносливость а то есть там там вообще с молодежью ящик пустой пустой обалденно щедрая игра просто вижу тут куча всего так так и куда то вы направляетесь по моей земле это наша земля это земля самбри убирайтесь отсюда грязные троги самбри говоришь ребята вы знаете что такое это самбрия нет вы никогда не слухали о таком должно быть людишки так себя называют точно а людишки это наш обед локти мне кажется вам придется немножко подавиться так значит я использую эту оборону вот так вот и короче я отхожу на один шаг опа он мне ударил на 26 паскуда значит давайте подойдем на вот так вот и блин чуть чуть не достаю еще вот так вот блин все равно не достаю ну короче просрал код я понимаю что на шаг пыск от эдерезоне риска стало на первом паксе что второй раз не получилось что выходишь на очков с на баксом а вот у этого парня есть очки ну что давайте короче бьем цепной молнии вот так вот и бьем еще раз цепной молнии все минус 2 в этом бою баба явно тащит в отличие от нашего клоуна ну точнее перца артура даже подошел танчик значит что мы сможем ничего мы короче так обычно не можем она не достает не раздражает этим все хорошо максимально близко подходим и пропускаем пункт так артурка артурка огонь бац на перо его бац смотрите артил просто но это шикарно я считаю так просто подход на 33 у нас ударил но сейчас ему в ответ священным огнем на 45 так артурка огонь бац ну смотрите почти за две тычки он отхилил то что ему нанес вот это большое чучело с трубкой давайте хочу попробовать удар молнии на 57 а то на сколько ударил на 40 щенка в общем молния походу по пиздеще будет немного подделяем есть значит просто на медь забираем железный шлем шлем монеты монеты и монеты так ой 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 извиняюсь прохнулся железный шлем давай ну очень жалко что на артурке он не отобразился вы знаете я люблю в таких вот играх когда надевают шлем этот шлем реально виден для персонажа так теперь вам доступны новая локация вы можете быстро перемещаться между локациями с помощью карты мира нажмите в углу чтобы открыть карту мира давайте нажми нет сначала мы почитаем дневник так значит 8.22 мы читали давайте 8.56 если это прошлое то у нас совсем не такое как мы проходим на уроках истории то тут есть гоблины гигантские пауки либо это параллельный мир либо какая-то странная версия нашего прошлого артурка задумался в этом плане так значит давайте что тут у нас есть мы сейчас в редколесии есть в крепость на науле великий лес конечно же крепость на науле нам покоясь тут надо для меня ноешь не тупой тщательно следуйте все определенные полников не хочу так идем дальше я думаю тут приключений у нас не было потому что это мирная зона мне кажется это что крепость на науле слушай ну ты просто капитан очевидность кстати обратите внимание какое у него суровое лицо и меч ну свобода и серьезный пацан да это она может вы как странствующий рыцарь видели крепости и получше для меня это дом красивый уютный и безопасный отличная крепость построена по всем законам фортификационной науке слушай пацан а ты умеешь стелить пойдемте же скорее я вас представлю сэру зыкфель так нажмите L чтобы открыть карту не покрывать на персонажем и оставлять вашей карте пометкой слушай я без пометок не беру да видишь вот такой полутак полутак что-то есть вот-вот полутак вот-вот вот-вот я щип опа надо взяли восстановление потом ищем что-то вообще лещичек ооо первого уровня так очень важный лут я могу теперь пощипать полутать вот-вот ящичек еще один монетки и еще одна первого уровня может на какую-то какого-то крафта пригодится хотя учитывая учитывая скажем количество веток точнее скиллов мне кажется играть не очень сложно в плане ладно ну собственно это мы вот еще еще значит нам чуть выше зигфрид о приветик веневра где ты пропадала сколько раз я тебе говорила нынче за стенами стало очень опасно дядюшка ну не середись я же в порядке я встретил здравствующего рыцаря и он слегка помог мне здравствуйте сэр позвольте поблагодарить вас этот меч и где вы взяли этот меч я его нашел в развалинах неподалеку он ваш нет он не мой веневра позволь сказать ты не можешь доверять случайным встречным мы даже не знаем кто он такой о дядя ты так недоверчив а почему должен ему доверять мир сходит с ума дозорная орка входит у нас под стенами по госту их встают пауки размером с пони ползают повсюду и еще он с этим мечом а что не так с этим мечом меч как меч не ваше дело молодой человек вот вот что шли бы вы по добру по здорову своей дорогой и чем дальше от нас тем лучше но дядя он не может быть нам полезен а он может быть нам полезен ты же говори что нам не хватает воинов он умелый воин видел же ты как он раскидал гоблинов которые за мной эээ, которые мы встретили в лесу, то я правда, у милых воинов нам ох как не хватает, но у милых воинов он воин. Вот что, молодой человек, избавьте нас от бездородного орка, что постоянно вроде бы подлизости и все вымете. Может быть, тогда я поверю, что у вас только лучше наверения поднушения к нему. Да, принесите мне его только к доказательствам, и где мне искать этого вашего орка? Я думаю, вы его легко найдете в великом лесу, прямо у начала тропы. Совсем нагрелы эти орки, скоро под нашими стенами начнут свои стаицу и шатры. Да, кстати, держи ключ от вор в крепости. Дядя, я пойду с ним, я не могу и не буду себе в четырех стенах. Ох, ну ладно, горе ты мое, иди, все лучше, чем одиночку опять куда-нибудь и бездевшую. В общем, нам дали супер-пупер задание, надо вольнуть какую-нибудь орку. Мы сейчас обязательно это сделаем, мы, наверное, на этом будем заканчивать наш геймплей летсплей. Я думаю, вы посмотрели, я, если честно, очень переживаю, чтобы игра не лагала, но уже поздно, я не буду это проверять. Потому что я крутышка, а крутышки не проверяют. Так. Ох, это жаленький цветочек. Смотри, смотри, какой красивый. На, даже прямо на дороге вырос. Ну да, симпатичный цветочек. Что, дьютина? Вырос, да и вырос. Ты что, не знаешь? В наших краях он растет только в великой лесу, в местах, которые облюбовали волки. Помни, волки, говоришь. Волки, рядки страшнее этих огромных пауков. А тут какой-то, в такой случай порадовать девушку. Она будет запомнить. Какой цветочек? Причем ее вообще, ребята. Я не могу. А, в голове, что это такое? В голове можно собрать. Ну ладно, вот так. Так, что там? Я буду пацанала, друзья. Я сейчас сразу давайте отключу эту пилу обороны. Ну что, я хочу показать, что я ссуаться в бой без пилу обороны. Так, сражение. Собственно, Артурка. А что мы с тобой сейчас будем делать? Давай, нападаем на пилка. Пичку ему даем. Пропускаем ход. Так, миссис. Вот. Вот. Сверху получили. Эй, он должен не умирить. Смотрите, в этом баке, когда у меня нету массовых заклинаний, полки дают мне прослаться. Причем, кто-то из них уже готовит гораться. Значит, мне тоже нету все равно. Сейчас мы будем вот так. Сейчас потычки не даем. Вот его добьем. Кстати, Митя отхилялся полностью. Красавчик, Артурка. Не достаёт. Наконец-то, мама. Я не увидел ничего. Не достаёшь. А тут, вверх, он и сверху. А вот, молодцы, он держится. Смотрите, он и так тоже не плохо тычки раздаёт. Сдалека. Все, пацаны, вы холодные. Сейчас Артурка где-то пьёт. Раз. Ну ладно. Изи. Изи просто вообще. Легко. Легко. Легко выбираем. Артурку забираем. Глаза. Знаете, очень важно. В этом доска объявлений. Налево пойдёшь, друга найдёшь. Направо. Жизнь потеряешь. Конечно же, направо. Но не ищем. Великий лес. Заходим в Великий лес. Судя по заставке, с нами ещё будет баба-учница и какой-то старый гном с топором, чесноком. Менее значение. Артурка. Любимся. Великий лес. Сейчас тут небезопасно. Но в детстве я часто бегала сюда с друзьями. Мы играли в солдат и орков. А теперь тут живут самые настоящие орки. Слушайте, она какая-то тупая. А я в детстве по стройкам лазил в казаки-разбойники играл. А стройкам? Казаки-разбойники? А что? Не обращай внимания. Действительно, Артурка. Хер не несёшь? Бабу клеишь, какие-то казаки-разбойники. О чём вообще речь идёт? Хе-хе. Видно, в Ануре совсем дела плохи, раз они присоли ко мне детей. Словно давно не лаком. Славно. Давно не лакомился таким нежным мясом. Что ты сказал? Едей? Сейчас ты узнаешь, что имеют эти дети. Видно, опёка дяди её загивает. Зря ты только назвал её ребёнком. Ну, короче, троги. Ты со мной просился. Ну, идите, идите сюда. Моя дубина уже истосковалась по хорошей драке. Да. Уберзный. А тут как-то. Солочи. Не, ну так, смотри-ка, Артурка так неплохо по 40 стычки. Ну, видишь. Спортсмен, наверное, как бы. Мне кажется, такой. Слышка была. Цель слишком далеко. Ну, не знаю. Если это был босс, то херовый босс. Не знаю. По мне это. Я думаю, дальше нету смысла. И, ну, вижу, опять получил уровень. Давайте скачнём нашим ребяткам, чтобы не было такого особого. А ты, чтобы вот этим огнём больше бил. И есть такое дело. И что Артурке ещё качнём силу. А тебе, конечно же, качнём интеллект. Ребятки, а на этом всё. С вами был Росси. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если вы, конечно, его посмотрели до конца. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ожидайте новые видео и стримы. Мы стараемся для вас. И это был канал Ролик Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч.